На самом деле единственный способ выжить, ну в таком широком смысле этого слова, это создавать вокруг себя социальную среду, то есть людей, с которыми ты будешь жить, это учителя, врачи, друзья детства. В идеале в пятом классе школы договориться с одноклассниками, если у вас дружный класс, кто пойдет в учителя и будет учить детей, всех их, кто пойдет соответственно во врачи и будет всех лечить, но так конечно не бывает, но тем не менее, вот это проблема, то есть нужно создавать свою социальную среду. У нас во многом разрушена социальная среда, даже на местном уровне, вот то, что было в деревне, когда все друг друга могли сильно не любить, но при этом, ну я просто знаю, знаете, вот там, что такое настоящий врач, я просто знаю таких пару человек, когда значит два человека на ученом совете ругаются, просто вот чуть ли не до мордобития, в результате у одного из них получается инфаркт ночью, и другой к нему в два часа ночи едет его вытаскивать, да, потому что вот не надо путать, да, вот тут значит мы ругаемся, потому что мы ругаемся, а тут нужно человека спасать. Вот надо строить локальные общежития, в которых как бы люди будут друг другу помогать. В одиночку будет очень трудно выжить в этой ситуации. Еще раз повторю, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, и никто кроме вас вам не поможет. Да, есть друзья, да, есть родственники, и безусловно нужно создавать вот такую локальную социальную сеть, но прежде чем вы совершаете какие-то важные для себя действия, нужно все-таки хоть немножко подумать.